Приветствуем вас и в этом видео мы рассмотрим модуль Time and Sales. Найти его можно во вкладке Component в разделе статистики. Открываем Time and Sales, вбиваем Ticker и нажимаем Apply. Итак, давайте разберем, что означает каждая из колонок. Первый – это цена сделки, далее объем сделки, сайт TickDirect. Отображает сторону сделки по направлению сделки. То есть, если цена текущей сделки больше, чем предыдущей, тогда это покупка и наоборот. Сайт Агрессор. Отображает сторону сделки по инициатору сделки. Как правило, считается по данным биржам. Инициатор – это чаще всего маркет-ордер, инициировавший сделку. Далее колонки Bitask. Это цены лучшего беда и аска на момент сделки. Bitask Size – это размер беда и аска на момент сделки. Например, в данный момент по цене лучшего беда у нас стоит 9 лотов, а по цене лучшего аска – 2 лота. Спред – это разница между бедом и аском. Market Center – это биржа, на которой произошла сделка. Далее время сделки. В колонке S Speed мы видим визуальное отображение скорости потока сделок. То есть, чем больше сделок на единицу времени, тем длиннее синяя линия. Sell by Balance – это визуальное отображение текущего баланса спроса и предложения. И на панели управления у нас доступен фильтр объема – Volume Filter. С его помощью мы можем убирать мелкие сделки, которые нам неинтересны. Задаем нужное значение, например, 1000 акций. И отображаться у нас будут лишь все сделки, объем которых равен, либо превышает 1000 акций. А Last Volume Filter позволяет отфильтровать сделки, объем которых ниже заданного. Например, мы хотим отфильтровать сделки с объемом выше 1000 акций, но ниже 5000. Вводим соответствующее значение и нажимаем Apply. Также есть возможность фильтрации спреда таким же образом. Для того, чтобы просмотреть историю Time and Sales, нужно активировать режим паузы на панели управления. И можем проматывать историю с помощью колесико-мышки, либо с помощью бегунка с правой стороны. Highland X отвечает за отображение скрытых сиков. Отображаются они у нас бирюзовым цветом. И далее перейдем к агрегированному режиму Time and Sales. Для этого активируем Aggregate на панели управления и нажимаем Apply. Так можно агрегировать сделки как по цене, так и по ордеру. Агрегируя данные по цене, мы объединяем все сделки, которые прошли подряд по одной цене в одно значение. А агрегируя данные по ордеру, все сделки объединяются по приказам. Объединение происходит в один ордер, если совпадает цена и время сделок. Таким образом предполагается, что это одна большая сделка, но исполненная мелкими разрезами. Далее разберем, что означает каждая из колонок в агрегированном режиме. Delta Tick Direct. Это дельта, рассчитываемая по направлению тика. То есть, если текущая цена выше предыдущей, значит и вся дельта будет на покупку. Delta Aggressor. Это дельта, рассчитываемая по инициатору сделки. Она более точная. Рассчитывает продажи и покупки отдельно в каждом принте. Более подробно о разнице между двумя типами дельты в отдельной статье. Ссылка в описании под видео. Max Trade. Это значение максимального размера сделки. Далее. Trades. Это количество сделок в каждом принте. Average Trade. Средний размер сделки. И Hidden Volume. Столбец с значением скрытого объема. Далее давайте разберем меню Setup. Тут доступна настройка лимитов на каждую из колонок. Рассмотрим фильтрацию на примере объема. Возим искомое значение. Например, 5000 акций. Далее мы выбираем цвет шрифта, цвет фона ячейки и цвет границы ячейки. Также можем указать время действия фильтра. Alert. Это включение звукового оповещения при появлении указанного объема. Repeat. Это повтор звукового сигнала до тех пор, пока мы его не отключим вручную. Отключить alert можно в меню Setup. Stop Local Alerts. Либо с помощью горящей клавиши Ctrl плюс E. Далее. Log. Отображение alert в списке всех сработавших alert. Находится он в главном окне MarketWatch. Alerts. Alert Log. Message. Это всплывающее уведомление о новом alert. Focus. Если поставить on, значит окно будет мигать при срабатывании alert. Это полезно, когда таких окон много, чтобы увидеть, где именно сработал alert. И Sound. Это возможность подкрузки своих звуковых файлов. Далее нажимаем New. И видим наши искомые значения. Идем далее по меню Setup. Change Columns. Это настройка отображаемых колонок. И далее разберем основные настройки окна Time & Sales. BuySell Balance Time. Это отображение суммарной дельты за указанное число секунд. Это относится к крайней правой колонке BuySell Balance. Speed Time. Регулирует отображение скорости торгов в колонке Speed. То есть в данном случае у нас учитываются сделки за последние 4 секунды. Include Milliseconds in Time. Отображает значение миллисекунд в колонке Time. В колонке времени. Raw Color. Это подсветка всей строки цветом для отображения направления сделки. Она может быть по агрессору, по Tick Direct, по направлению тика. Либо вообще без подсветки. И на этом у нас все. Если у вас остались какие-либо вопросы по Time & Sales, смело пишите в нашу всех поддержку. Будем рады помочь. Контакты в описании под видео. Благодарим за внимание и хорошего дня. Продолжение следует...